Добрый вечер, друзья! Сегодня мы с вами проведем мастер-класс по изготовлению оригами-книжки. Это будет вот такая маленькая сувенирная книжечка из простого листа односторонней цветной бумаги. Для этого нам понадобится квадрат любого размера, ну примерно 20 на 20, 17 на 18, примерно вот так. Лист складываем пополам, разворачиваем и к среднему сгибу складываем еще раз пополам, чтобы край очутился около сгиба, совпал со сгибом. Дальше нам нужно отогнуть вот этот край, чтобы он совпал с краем изделия. Вот так. С этой стороны прогладим. То же самое здесь. Дальше нам надо перевернуть наше изделие и края согнуть вот опять-таки к середине. У нас в результате получится вот такая вот конструкция. Она будет сложена гармошкой друг к другу. Дальше нам нужно сделать что? Согнуть ее ровно пополам. Вот так. Вот мы согнули. Развернули. У нас получилось две таких половинки. Теперь мы делаем вот с этой стороны, работаем только с этой стороны. Нам нужно ее поделить на три равных части. Можно, конечно, при помощи линейки отметить, но мы сделаем проще. Мы просто вот так вот загнем примерно и сложим. Так и так. Вот этот вот сгиб, вот этот сгиб, он нам понадобится. Прогладим его как следует. Развернем. Теперь вот этот сгиб, который мы с вами отметили. Вот так. Его соединим, этот сгиб, с нашей серединной линией. Вот так. У нас получится вот треугольник. И нам надо будет прогладить только вот от середины и до конца вот этот треугольничек. Вот этот сгиб нам надо обозначить. То же самое мы сделаем наверх. Берем сгиб, вот он, серединочка наша. Совместим ее с серединой изделия. И точно так же прогладим сгиб треугольничек. Вот у нас получилось вот такой вот, как стрелка, мысиком. Теперь возьмем за два конца и так соединим. У нас получилось вот так. Со всех сторон видно. Значит, в одну сторону согнем, в другую сторону согнем. И развернем изделие. Вот у нас получилось, видите, зигзаг. Вот такой. Дальше мы возьмем эту сторону и выгнем ее. Вот таким образом. С этой стороны у нас получился такой заборчик. Тоже зигзагом. Вот у нас холмы и долины. Холмы и долины. Мы берем за этот холмик. Холмики у нас должны будут вот так соединиться. А вот здесь, по этим зигзаговым линиям, мы сгибаем вот таким образом. Чтобы согнуть странички нашей книги. Вот получится примерно вот так. Сейчас увидим, как это будет. Постараемся ровненько складывать, чтобы у нас потом все отлично получилось. Здесь не надо ничего сгибать. Только внутри. Там, где мы с вами обозначили зигзаг. А здесь мы просто складываем странички. Холмики. И долины. А по тем зигзаговым линиям мы сгибаем странички. У меня бумага плотная, поэтому немножко сложная здесь получается. Но мы справимся. Вот так. Вот что получилось. Видите? Еще раз. Здесь мы сгибаем странички. А здесь мы сгибаем гармошку. Вот так. Теперь мы берем хвостик у этого изделия и загибаем его наверх параллельно книжке. То же самое делаем в другую сторону. То есть мы обозначаем сгиб, по которому мы будем в дальнейшем работать. Лучше, если он будет хорошо отмечен. Легче будет сгибать. Дальше мы делим наш заборчик пополам. И по этим сгибам, которые мы с вами обозначили, вот так складываем. Вот. Так вот должно получиться. Дальше переворачиваем изделие. Здесь мы видим, что вот у нас такая стрелка. Мы ее вот так раскрываем. И аккуратненько. Очень аккуратненько. Сгибаем изделие. У нас книжечка. Вот так. Значит, в одну сторону, в другую. Переворачиваем. Здесь получается вот так. Здесь мы тоже раскрываем. И еще раз загибаем наши изделия. Тоже аккуратненько. Так пальчиками там поправляем. Чтобы было все ровно. Складываем. Повторяю, у меня еще раз. У меня бумага плотная, поэтому немножко тяжело. Дальше мы складываем. Ну, кладем ее в любую сторону. Переворачиваем. Получается вот так. Нам нужно небольшой край отогнуть наверх. Тоже ровненько, красиво. Складываем в одну сторону, складываем в другую сторону. А этот край согнуть сюда. Вот так. Одну сторону, другую сторону. Вот как у нас получилось. Теперь нам надо согнуть обложку. Это у нас странички. Обложку мы сгибаем вот сюда. Немножечко не доходим до сгиба. Вот видите, у нас сгиб тут. Чуть-чуть не доходим. С одной стороны обложка. И с другой тоже самое. Тоже чуть-чуть оставляем место. Теперь у нас вот с этой стороны у нас, видите, обложка получилась. А с этой стороны белая видно. Чтобы его спрятать, откроем. Это оденем сюда. После того, как мы его так вот подняли, книжку вот сюда переведем. Вот так. И видите, как у нас вот здесь вот такой вот конец. Вот его туда заправим. Так. Сейчас мы его заправим. На плотной бумаге сложно, на обычной это будет гораздо легче. Вот. Вот так. Спрятываем все это без шов. То же самое и здесь. Откроем, согнем. И теперь вот это вот все карманом туда все направим. Сейчас. Ну вот. Мы вот так вот заправили. Вот так у нас получилось внутри. Это мы все туда заправили. Получилась книжка. Теперь нам надо обложку совместить ровно со страницами. Вот так. Поближе к страничкам. Здесь у нас будет. То есть мы формируем книжку. С другой стороны точно так же обложку совмещаем со страницами и сгибаем. Здесь. Как крышок. Потом все их вместе соединяем. Смотрим, что получилось. Видим, да, что здесь у нас не очень симпатично. Не очень симпатично. Мы вот эту вот не симпатичность все с вами уберем в корешок. Согнем такой корешочек. Сомнем его. И с другой стороны. Сомнем корешочек. Сформируем его. То, что у нас с вами получил. Оранжевая книжка. Симпатичная. Можно туда что-то записать. Сочинить свою историю. Библиотеки же закрыты. Библиотеки же закрыты. Библиотеки же закрыты.